Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Иван, я вас приветствую на канале Процветок. Многие наши зрители задаются вопросом, буквально жалуются, что завязи начали расти, помидорики начали-начали расти и прекратили свой рост. Ну, буквально затормозились. Вроде бы и подкормки какие-то делаются, но что же делать, каким образом подкормить наши растения, как улучшить рост вот этих самых завязей? Конечно, рост плодов очень-очень сильно зависит от того, насколько хороша вегетативная масса, насколько длительной была вегетативная фаза развития растений. У нас был про это ролик на канале Процветок. Это важный этап в гармонизации развития томата, для того, чтобы томат накопил много силы, которые потом пустил в завязи. Если у вас листовая масса была не очень сильная, то и завязи будут у вас нарастать медленно. При всем том, ситуацию действительно можно выправить. Очень многие с появлением первых плодов полностью прекращают всякие азотные подкормки, считая, что они будут вызывать накопление нитратов, жирование, боясь жирования, они азотом не кормят. При этом азот растениям очень-очень нужен, но его нужно совсем немножко, и желательно для роста плодов, чтобы этот азот поступал в аммонийной форме. Ни в коем случае нельзя переборщить с этими удобрениями, потому что вот в этой фазе цветения и образования первых завязей, и уже на второй кисти перекорм аммонийными аммиачными удобрениями может вызвать негативные эффекты, о которых мы тоже говорим на нашем канале, но в других роликах. Поэтому доза азотной подкормки для ускорения роста плодов должна быть очень умеренной. Пол чайной ложечки сульфата аммония, пол чайной ложечки мочевины. Если вы боитесь как-то перекормить, ну возьмите жидкое зеленое удобрение, вот эту бродиловку, и ею подкормите. Это вообще будет просто замечательно. Есть, безусловно, и другие факторы, влияющие на скорость развития самих плодов. Это и обеспеченность микроэлементами, безусловно. Поэтому несколько раз комплексная обработка микроэлементами никогда не помешает. Можно, если вы точно уверены в том, что кормление у вас идет правильно, гармонично, все хорошо, а завязи не растут. Ну, можно, конечно, посмотреть на физические факторы, которые влияют. Может, слишком холодно, может быть, слишком жарко. Порегулируйте здесь что-то, ну просто обратите на это внимание. Кроме того, есть же очень хорошие стимуляторы, которые перераспределяют энергетику растений таким образом, что оно начинает активизировать те ростовые процессы, которые соответствуют фазе развития. В фазу развития образования плодов вы это сделали, вот все, пошли плоды как следует развиваться. Обработайте дрожжами, обработайте энтарной кислотой, и это будет очень хорошо как для правильного усвоения азота для профилактики жирования, так и для того, чтобы растение пустило все силы на формирование завязей. Кроме того, есть еще одна причина. Это я вернусь к дисгармонии развития растений. Возможно, вы высаживали растение в теплицу уже с завязями или уже с активно цветущей кистью и первыми отсветшими растениями. Вы пересадили растение, начали переводить его в вегетативную фазу, но у вас образовались на первой кисти первые плоды. В активной вегетативной фазе плоды будут нарастать очень медленно. Это не значит, что ваши растения, например, жируют. Это просто значит, что они попали в качели. Поэтому я всегда говорю, не стоит высаживать растение в фазе цветения первой кисти, а уж тем более с каким-то плодиком. Потому что вот эта первая кисть, хотя на ней может быть значительное количество урожая, но при всем том дисгармония в развитии растений не позволит этой первой кисти вырасти как следует. То есть, может быть, причина медленного развития завязи была давно, когда вы еще выращивали рассаду и посадили ее не в той фазе, в которой это было необходимо сделать. Просмотрите еще раз наши ролики, для того, чтобы в будущем не сделать такой ошибки. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!